Первый день, но такой встречи у них еще не было. Новый президент Латвии Андрис Берзинч сегодня впервые принял у себя главу правительства Валдиса Домбровскиса. Главный вопрос, как дальше жить без парламента. Все подробности из Рижского замка у Виты Елениной. На часах 8.30 утра с минуты на минуты начнется первая встреча новоизбранного президента Андриса Берзинча с премьер-министром Валдисом Домбровскисом. У последнего, к слову сказать, сегодня начинается отпуск. Президент смотрит на часы, поправляет галстук и шутит с журналистами. На горизонте появляется фигура в белом льняном костюме. Это входит премьер. Первые лица страны здороваются и начинают беседу. Главная тема, как будет работать правительство до выборов. Началась предвыборная гонка и уже сейчас начинают сыпаться популистические лозунги. Важно не допустить продвижения всякого рода финансово необоснованных инициатив, которые политики будут пытаться проводить предвыборный период, чтобы такие инициативы просто не проходили. Поскольку ясно, что ту финансовую стабильность, которую мы достигли, с популистическими решениями легко также и разрушить. Президент со своей стороны пообещал не выдвигать на рассмотрение в Сейме вопросы, которые не будут согласованы в коалиции. Ведь после распуска парламента в его руках распорядок дня 100 уволенных депутатов. Только президент может созвать Сейм на заседание. Основой всему, особенно в дальнейшей работе Сейма, будет наша договоренность друг с другом. Вопросы, которые не согласованы в коалиции, у которых нет согласия со стороны Министерства финансов, юстиции, парламентского юридического бюро, не будут направлены на рассмотрение в Сейм. Индексация пенсии – это уже звучит лозунгом из уз зеленых, а именно от этой политической силы выступает и сам президент. Однако он дает понять, что не пойдет на поводу в сопартийцев. Без согласия правящих этот вопрос не появится в распорядке дня парламента. Моя просьба и совет найти все же лучшее решение, которое было бы наиболее приемлемым и, конечно, беря во внимание наши обязательства перед международными кредиторами. В любом случае, если решения или законы со стороны Сейма не будут отвечать нашим обязательствам перед кредиторами, они не появятся в распорядке дня. Что касается индексации пенсии, то тут установка такая, что если Министерство благосостояния вместе с Министерством финансов может предложить фискально-нейтральное решение, то мы на это можем идти. Но мы не можем это делать за счет увеличения дефицита. У нового президента есть хребет, считает политолог Иверс Иеп. Судя по первым политическим шагам Берзинша в качестве главы государства, он самостоятелен и последователен. Нынешний период такой политической турбуленции, которой мы переживаем сейчас в Латвии. Я думаю, что это хорошо иметь какого-то более-менее стабильного президента, который не склонен к каким-то популистическим инициативам и не делает резких движений. Я думаю, что Берзинш может таким президентом стать. Но главные выводы можно будет сделать осенью, когда Берзиншу придется назвать имя нового премьер-министра. Тогда и будет понятно, насколько самостоятельно президент принимает решение.